Фильмов, которыми по-настоящему наслаждаешься и смотришь с большим удовольствием, не так уж и много. Их хочется пересматривать, замечая при этом каждый раз что-то новое. Их не хочется переключать, если наткнулся на них по ТВ, или специально включаясь, чтобы ещё раз погрузиться в его историю и атмосферу. Вот несколько фильмов, которые захочется пересматривать снова и снова. И да, я намеренно не включил в список пультовую классику типа Фореста Гампа, Шоушенка и так далее. Вы и так их все знаете. А также здесь нет фильмов, которые уже были в моих подборках. Побег из тюрьмы Этот криминальный триллер стал первым полнометражным фильмом для режиссёра Руперта Уайта. Это уже позже он снимет «Восстание планеты обезьян», «Игрок» и сериалы «Агент и изгоняющий дьявола». Фильм построен нелинейно, и разные временные отрезки повествования идут параллельно, соединяясь лишь в конце. По сюжету здесь главный герой Фрэнк Перри приговорён к пожизненному. Он давно смирился со своей участью, пока неожиданное послание извне не переворачивает весь его размеренный быт с ног на голову. Ну и далее из названия вполне понятно, что замышляет главный герой. Сама концепция кажется простой и очень знакомой, и казалось бы, что удивить нас в этой теме уже нечем, ведь разные вариации побегов мы видели уже бесчисленное количество раз. Но мастерство авторов здесь проявляется в том, что они выжимают из подобной зарядки сюжета по максимуму, и результат не кажется скучным или банальным. Середина девяностых. Режиссёрский дебют актёра Джона Хилла. Он выступил здесь и как режиссёр, и как автор сценария. Кино это о мальчике Стиве, который каждый день сбегает от своей матери и жестокого старшего брата к друзьям на скейтбордах. Время действия в названии, и фильм действительно вышел родом из девяностых. Картриджи Супер Нинтендо, постеры Моб Дипа и Бутен Клен. Пулка с кассетными записями, видеопрокат, в общем, полное погружение. История, рассказанная в фильме, отчасти личная для Джона Хилла. Потому как в девяностые он действительно гонял со скейтом на перевесы и зависал целыми днями в магазине и на площадках с другими подростками-скейтерами. Но на этом сходство автора и героя заканчивается. В отличие от своих персонажей, Хилл вырос в обеспеченной артистической семье и к скейтерам сбегал после уроков в элитной частной школе. Кстати, катаются в фильме по-настоящему и компанию ребят на скейтах в фильме играют настоящие скейтбордисты, в том числе и главный герой. Фильм легкий, не нагружен излишними нотациями, хоть и о взрослении, но при этом глубокий и откровенный. Про прошлое и про взросление на фоне районов и кварталов без телефонов и других гаджетов. Шукер! Копы! Стиви! Стиви! Что ты, блин, творишь? Связи нет. Это история, а точнее целых три истории, которые доступно показывают, чего можно ожидать от современных интернет-технологий, если злоупотреблять ими, отказываясь от реального общения. И как интернет отдаляет людей друг от друга. Как он калечит их и делает безответственными. Первая Набелла рассказывает о парне, который не такой, как все. В школе он изгой, а одноклассники над ним постоянно смеются. Вторая история про журналистку, решившую сделать сюжет о несовершеннолетнем парне, работающем в эротическом видеочате. И третья про семейную пару, потерявшую ребенка, где муж и жена больше не могут общаться между собой, как раньше. Постепенно сюжет развивается так, что все герои оказываются связаны между собой. Это кино без хороших или плохих, и без типичных хэппи-эндов. Оно не слишком морализирует, но реально заставляет задуматься. Главные роли здесь исполняют Джейсон Бейтман, Александр Скарсгард и Микаэл Ньюквист. Уцелевший. Этот фильм снят по мотивам документальной книги Маркуса Латрелла и Патрика Робинсона. А адаптировал его на экран Питер Берг, автор «Ветреной реки», «Хэнкока» и «Оставленных». Он является и сценаристом, и режиссером, и продюсером фильма. А работа над ним заняла у него пять лет. Рассказывается здесь история отряда морских котиков, который в 2005 году отправился в Афганистан на выполнение секретной миссии с целью нейтрализовать известного лидера талибов. Автор экранизируемой книги Маркус Латрелл, санитар первого класса. Он был непосредственным участником тех событий и лично консультировал актерский и авторский состав на съемочной площадке. И одна из самых сильных сторон фильма — это боевые сцены. Здесь нет того пафоса, который нам обычно показывают в подобных американских боевиках. Здесь солдаты — обычные люди. И потому это очень редкая военная драма, которая рассказывает о мужестве, братстве и моральном выборе. В ролях здесь Марк Уолберг, Тейлор Китч, Эмиль Хирш, Бен Фостер и Эрик Бана. За путем порядок. Август Фильм по мотивам пьесы Трейса Летца «Август. Графство Оссейдж». За эту пьесу автор был удостоен пуллицеровской премии, а сценарий привлек внимание таких продюсеров, как Харви Вайнштейн, Джордж Клунь и Гранд Хэслов. Последние двое как раз-таки и решили адаптировать ее для большого экрана и получили фильм о том, что все семьи несчастны по-своему. В центре сюжета здесь зажиточное американское семейство, в котором у каждого спрятано по скелету в шкафу. Семья воссоединяется в родовом поместье, и за этим следуют похороны, развод и бесконечное выяснение отношений за обеденным столом. В актерском составе Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Бенедикт Камбербич, Юэн Макгрегор, Джульет Льюис, Крис Купер и Сэм Шепард. Весь фильм практически снят в одной локации и построен на диалогах. То есть он не динамичный без экшн-сцены, без погонь. Но от интересных, сильных актерских работ получаешь огромное удовольствие. Хорошо, что нам не дано знать будущее. Иначе мы вовсе не поднимались бы из постели. Бьюти-фул. Фильм Алехандро Гонсалеса «Иньориту». Автор таких фильмов, как «Сука, любовь», «21 грамм» и «Вавилон». Здесь он не только режиссер, но и сценарист. И по его словам, фильм о том, что не всякая красота красива, и что не все является тем, чем оно на первый взгляд кажется. Главный герой картины – Уксбаль в исполнении Хавьера Бардема. Он помогает нелегальным эмигрантам найти работу. У него есть двое детей – Матео и Анна – жена, а также несколько десятков эмигрантов, которых он обеспечивает жильем и работой. Уксбаль узнает о том, что он незлечимо болен, и основную часть фильма старается привести в порядок свои дела. Фильм, конечно, имеет некую депрессивную подоплеку, но, тем не менее, крепко приковывает внимание и несет в себе, как ни странно, жизнеутверждающий посыл о борьбе человека с суровой действительностью. «Эта кровь будет у тебя на руках. Твоя кровь. И кровь других». «Шоковый эффект». Это комедийная драма о соревновании двух Сомелье, снятая по реальным событиям. В 1976 году в Париже на слепом тестировании среди французских винных экспертов победила Шардоне Шато Монтеллена из маленького калифорнийского хозяйства Джима Беррета. И бутылка этого вина теперь хранится в американском Смитсоновском институте. Кроме того, через 30 лет в 2006-м эксперт Стивен Спарер повторил этот эксперимент и снова на слепом тестировании в основном победили калифорнийские вина. И вот историю того, как калифорнийские вина в принципе попали на эти тестирования, и расскажет фильм. Главный герой картины Стивен Спарер большой знаток вина и владелец винного магазина в Париже. Его бизнес в какой-то момент стал убыточным из-за спада спроса у покупателей. И тогда он решает разнообразить ассортимент своего магазина и познакомить парижан с винами из других стран. Главные роли в фильме исполнили Алан Рикман, Билл Пулман, Крис Пайн и Фредди Родригес. Земля обитаванная Фильм этот должен был стать режиссерским дебютом Мэтта Дэймона. Однако из-за жестких сроков, отведенных на съемки, и творческих разногласий Дэймон ушел с поста. И режиссером фильма стал Гас Ван Сент, автор фильма «Умница» у Вилл Хантинг. А непосредственно Мэтт Дэймон совместно с Джоном Красински написали к фильму сценарий. И оба в нем снялись. По сюжету, Стив Батлер — сотрудник энергетической компании Global Growth Power Solutions, который занимается тем, что вместе с напарницей Сью разъезжает по сельскохозяйственным угодьям Пенсильвании и покупает у фермеров права на использование земли под добычу природного газа. В одном из таких городков он наталкивается на критику со стороны ученого и учителя в местной школе, который рассказывает односельчанам о возможностях последствия для экологии. Загрязнение воды, воздуха и почвы, что делает земледелие и скотоводство практически невозможным. Я просто хотел обратить внимание на то, что это исследование куда более сложное, чем кажется. Тема фильма злободневная, но перебора с этим нет. И когда включаешься в слегка неспешный темп и ритм этого кино, просмотр доставляет только приятные эмоции. У нас девятимиллиардная компания, ты хоть понимаешь, на что мы способны? А ты? Самый опасный человек Экранизация одноименного шпионского триллера Джона Лекаре, опубликованного в 2008 году. И это уже девятое произведение Лекаре, которое перебралось на большой экран. Одна из его прошлых экранизаций это шпион Вейди Вон. И писатель пишет свои произведения не с пустого места. Он работал на британскую разведку «Кроме 5 и 6» в 50-х и 60-х годах в Берлине и Гамбурге. Но непосредственно сам фильм вышел суровым, немного старомодным, и рассказывает он о работе секретного подразделения немецких спецслужб во главе с харизматичным Гюнтером Бахманом. В поле зрения его команды попадает прибывший в Гамбург русско-чеченский эмигрант Иса Карпов, которого укрывает молодая девушка-адвокат. Гюнтер надеется, что Карпов выведет его на более крупную рыбу, но он не единственный, кто хочет заполучить потенциального преступника. Роль Гюнтера Бахмана в фильме исполняет Филипп Сеймур Хоффман, и это одна из его последних ролей перед смертью. Напомню, в 2014 году он умер от передозировки наркотиками. Также в фильме можно заметить Рэйчел Маккадом с Уильяма Дефо и Григория Добрыгина. Это очень забавная история. Американская драма режиссеров Анны Боден и Райана Флека, работавших также вместе над фильмом Полу Нельсон. А в главных ролях здесь Кейр Гилкрист, Эмма Робертс и Зак Галифианакис. У этого фильма отличный сценарий, глубокие персонажи, интересные диалоги и ненавязчивое повествование. А снят он по мотивам одноименного романа Неда Визини, выпущенного в 2006 году. Толчком к написанию этой книги послужила госпитализация самого Визини из-за депрессии в ноябре 2004 года. Ну а в 2013-м Визини покончил с собой. Ему было 32 года и он спрыгнул с крыши дома в Бруклине, где жили его родители. Главный герой этой картины Крейг. Одаренный парень, 16 лет, переживающий острый кризис подросткового возраста. Не стоит винить в моих проблемах родителей. И понимая, что находится он на грани самоубийства, обращается за помощью в специализированную психиатрическую клинику, в надежде как можно скорее решить свои проблемы и вернуться домой уже на следующий день. Но ввиду непредвиденного стечения обстоятельств, Крейг вынужден остаться в клинике на неделю. В общем, это искреннее и незатейливое кино о важных вещах, после которого действительно рьяно хочется делать все те простые, но приятные вещи, которые делают нашу жизнь стоящей. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи. Партию в настольный теннис? Я плохо играю, если честно. Да брось ты. Это весело. Один-доль. Субтитры сделал DimaTorzok